всем привет сегодня я расскажу вам как вы можете пополнить свою банковскую карточку казахстана с российской карты через криптовалютные биржи на самом деле процесс достаточно простой но первый раз я думаю первый раз вы сделаете дальше у вас проблем никаких не будет давайте начнем по порядку то есть я выбрал криптовалютную биржу okix по той причине что это китайская биржа находится на обшорах если не ошибаюсь на каймановых островах и на не поддерживать никакие санкции ну то есть там люди зарабатывают деньги соответственно санкции мешают и мы зарабатывать так что с ним проблем никаких нет тот же бенов например но поддерживает все санкции то есть там есть определенное ограничение но он тоже работает из разных бирж вы можете зарегистрироваться на нескольких процесс везде один и тот же примерно просто ищите более выгодный курс то есть где вам будет удобен то есть ну в моем случае показалось что сегодня конкретно мне на окиксе более выгодно учтите что курс может меняться денег от дня то есть и мало того еще от времени суток так ну начинаем сайт о кок и x точка ком про регистрацию рассказывать не буду думаю сами справитесь обязательно указывайте актуальный телефон то есть на которую вы сможете получать смс потому что смс у вас будет требовать постоянно входим то есть вводим телефон либо email пароль нажимаем войти сама биржа нас не интересует вот кстати вот агентификация смс к пришла на номер сама биржа нас не интересует нас интересует и тупи торговлю спи тупи 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 тупо то я со своей карточки тинькофф куплю в россии криптовалюту не зачислить на биржу после этого я продам ее в казахстане какому-то другому человеку и не зачислят на казахскую карту убираем криптовалюту я выбрал из детей убираем валюту с которой будем платить то есть рубли способ оплаты это либо банк то есть чья карта у вас есть там газпром тинькофф сбер и так далее вот обратите внимание справа у продавцов написано какими способами он принимает оплату sbp fast банк трансфер это систему быстрых платежей в принципе через sbp с любой карты вас деньги примет листаем курс что у нас есть и обратите внимание на лимиты то есть вот человек продает от 15 тысяч рублей до трехста шестидесяти шести тысяч рублей меня сумма меньше поэтому я буду искать что-то другое так ну вот курс 67 и 3 получают 104 доллара нажимаем продолжить у нас перекидывает новую вкладочку обратите внимание на таймер верху 15 минут то есть это время совершения сделки я обычно спрашиваю людей то есть здесь они или нет потому что бывает иногда то что человек просто отошел например и не ответил так ждем верху указан номер банковской карты то есть вот этот 2202 2050 то есть это номер карты тинькоффа на которой надо будет перекинуть деньги в принципе можно не ждать ответа просто сразу перевести деньги в любом случае вы их не потеряете то есть биржа сразу замораживает серию средства на счету продавца в тот момент когда вы открываете сделку так ну вот не девушка ответила да все деньги я и перебил после этого подтверждаем оплату что мы заплатили до заплатили конечно ставим галочку то что да мы точно заплатили и ждем теперь она нам должна перевести нашу криптовалюту так продавец получил оплату оставляем отзыв позитивный негативный то есть будем надеяться негатива у вас не будет криптовалюта на нашем счету внизу мы можем ее перевести на торговый аккаунт либо оставить на основном но так как мы ее сразу же сейчас продадим пусть она лежит на основном аккаунте так торговый аккаунт вам нужен будет если вы решите торговать на самой бирже так ну собственно говоря фиатную сделку мы закрываем и переходим вместо купить нажимаем продать криптовалюту вводим валюту который мы будем получать фиатные деньги конечно по сути да то есть так как у меня карта карта казахстана я выбираю казахстанский тенге абсолютно также такая же система то есть смотрим какие банки удерживать продавец какой курс какой лимит ну то есть и выбираем то что вас устроит я буду переводить деньги на каспий банк так как он мне понравился больше чем bcc у них чуть-чуть выгоднее конвертации накопить правда но в принципе сама карта и приложение чуть более удобно так выбираем продавца у меня 7000 рублей то есть это порядка 70 сейчас он где будет поэтому лимиты меня в принципе устраивают выбираю самую выгодную сделку так выбирают банк на которой я хочу получить свои деньги карту не забывайте карта у вас уже должна быть зарегистрированной системе нажимаем подтвердить опять ждем смс смс пришла вводим номер нажимаем продолжить вот вам взгляд с обратной стороны то есть то что у нас видела девушка сейчас по сути мы просто ждем пока нам прилетят деньги на карточку как только деньги получен продавец нажимает кнопку то что он совершил перевод и у нас внизу вот стала активно кнопочка отправить криптовалюту деньги на карту получил нажимаем кнопку отправить криптовалюту здесь надо ввести сумму которую вы получили обязательно проверьте обязательно проверьте в приложении что деньги до вас дошли все хорошо все нажимаем что у нас все позитивно позитивное впечатление и в принципе на этом все то есть то что у вас было рублями она лежит в тенге на вашей казахской карте данный способ подходит в принципе для карты любого банка мира то есть криптовалюта сейчас распространена настолько что практически везде кто-то ей торгует поэтому надеюсь это видео вам поможет и у вас не будет никаких проблем всего доброго удачи вам